Давайте, молодцы! Громче! Баблика к ним, к ребятам! Я надеюсь, это без алкоголя. Позвольте вам представить проект, который по-настоящему не имеет аналогов, занимает абсолютно уникальную нишу, по крайней мере, в Череповце. Это промышленный экстремальный квест, который мы назвали «Ночная смена». В чем его специфика? Итак, Череповец, как мы уже сегодня обсудили, город с большим количеством используемых, неиспользуемых промышленных зданий, часть из которых можно реализовать под уникальный промышленный квест. Его участники действуют по определенной модели, по определенным сценариям, может быть, нескольким, используя специфику здания, бывшего его производства и, естественно, с учетом некоторых экстремальных ситуаций. Например, условно говоря, участник может подвиснуть на веревке длинного жпуте над каким-то промышленным агрегатом. Мы в данном случае, как используя идеологию креативной индустрии, мы продаем эмоции. То, чего не хватает, возможно, таким моногородам, как Череповец, это абсолютно рекреационная модель. Мы, естественно, как возможного инвестора используем, или ссу инвестора, это владельцы таких зданий, то есть это может быть промышленное предприятие, как Северсталь, как Вассагра, как неиспользуемые объективы, допустим, завода силикатного кирпича. И самое интересное, что данная модель, она предполагает развитие. То есть, обратите внимание, если один из вариантов квеста одного промышленного здания получит успех, то у нас есть другие, да, соответственно, промышленные здания уже с другой спецификой промышленных, полно говоря, склад или завод с другим производством. То есть, грубо говоря, тут развитие бесконечно, пока есть разнообразные промышленные предприятия. Мы, естественно, как партнеров используемся туристические компании, потому что, как мы успели излечить, именно такого вида квестов пока... Клиентов получает. Да, да, да. Соответственно, мы можем нанести череповец как раз на карту промышленной, креативной индустрии и привлечь, соответственно, ближайших клиентов. Ну вот мы как раз и нарисовали деньги, то есть скучающая молодежь, обратите внимание, с пустыми стеклянными глазами, которые не понимают, куда пойти. И мы, естественно, используем весь территориальный промышленный потенциал. И партнерите с Василием, что пить плохо, да? Да, да, да. Мы поддерживаем. Василий обратит внимание на то, что он здоровый, но интересный образ жизни. Соответственно, его целевая, которая будет стать нашей аудиторией. И вот как раз вот так, группа у них проектов по экстремальным транспортам, мы, соответственно, тоже с ним пересекаемся. То есть, отчасти у нас такой сквозной, может быть, проект. Поэтому, соответственно, мы считаем, что этот проект имеет большую перспективу и глубокую нишу для вложений. А какие могут быть... Да, спасибо. Какие могут быть проблемы? Ну, опять же, может быть определенный скепс со стороны, наверное, владельцев завода. Производство площадок. Может быть, считать это какой-то детской шалостью, наверное, зачем... Опасность лишь. Да, опять же, опасность. То есть, мы еще не рассказали, что как привлеченные эксперты со стороны, это будут, прежде всего, эксперты по безопасности, возможно, бывшие работники данного помещения, да? И, например, экстрим-специалисты, да? Которые знают цифры по опасности, падений, подвешиваний и прочие ситуации, которые могут произойти. Ну и определенные скепсисы со стороны руководства в городе, да? То есть, новизна, она всегда представляет задуматься над этим. Ну, это как-то один из стоп-факторов, с которыми нужно бороться. И это, наверное, да. Спасибо. Спасибо, коллеги. Спасибо за это яркое завершение. Вот, ура. Ну что...